Всех приветствую на канале Намбо Пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации, с вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Парни, всем привет. В общем, проехали Белогорск, выехали на Федералку. Хочу поговорить, так скажем, высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации с якутским рейсом. То есть, начать, конечно, хочу с самого начала рейса, то есть с водителя, который загрузил машину ну, по-похуистически, то есть 9 с копейками на седле, 23,5 на хвосте, то есть 9,5 на седле и 23,6 на хвосте, это не 21 тонна. Он указал 21 тонну в приложении, то есть в ТТН-ке посмотрел и заявленный вес указал. Машина Ивона, он на ней работает по полгода, он эту машину должен знать от и до, как свои пять пальцев. И вес задней тележки, это всегда плюс-минус вес груза. То есть, когда у тебя на седле больше 9 тонн, ближе к десятке, но на хвосте у тебя все равно 24, то у тебя по-любому 23 тонны есть. Если бы на хвосте, допустим, было 24,5, но на седле было бы 7 тонн, там, не знаю, 7,5, вот тогда я бы еще мог поверить, что в машине было 21 тонна, а не 23. То есть, сразу получается 2 литра минус, ой, получается, что там, 2 тонны, 700 грамм минус на каждые 100 километров по нормативу. Ну и, соответственно, он загрузил так, видимо, потому что, ну, ему не ехать в Якутск. Он знает, что он до Красноярска доедет, а дальше там хоть трава не расти. Вот это отношение, я почему на перецепах и не стал работать? То есть, одна из причин, потому что в Новосибирске грузят, как попало, по барабану, а ты потом едешь дорогой и мучаешься. Вот, ну, это черт с ним, то есть, помучился бы я, благо, что парни были, да, то есть, меня затащили в Якут, затащили в Тит. Если бы я был один, я бы, конечно, решал проблему эту по-другому, то есть, я бы в любом случае заехал, просто это было бы сложнее и, как бы, затратнее, да, то есть, трудозатраты именно. Ну, что у меня есть краны на переднюю ось, которые я бы поставил и, как бы, поднялся. Можно было бросить бруски под самую заднюю ось прицепа, то есть, два бруска кидаешь, подушки полностью роняешь и вся нагрузка на седло увеличивается. То есть, ты поднимаешься на трех осях, по факту, то есть, рулевая, ведущая и самая задняя ось прицепа. Ну, понимаете, да, то есть, таким методом я поднимался в Усть-Куте, Иркутский завод полимеров. Если интересно, можете ролики посмотреть. Тоже не мог там преодолеть этот подъем. На улице снег шел, минус пять градусов, снег валит, скользко и на цепях, и без цепей, и с разгона, без разгона. По-всякому пробовал, пока я вот не сделал такую манипуляцию, я не поднялся. Цепи у меня здесь лежат, поэтому я бы применил там цепи, применил подушки, то есть, бруски под заднюю ось, и по-любому бы я заехал. Вот. Ну, в любом случае, как бы, у нас решилось это все гораздо быстрее и по времени, и, ну, благодаря вот парням, Сергею, в частности, что он меня затащил без проблем. Вот. Но это, как бы, не проблема. Это, так скажем, решаемая, решаемая проблема. Вот. Неудобно, некомфортно, да, если бы было все, груз распределен правильно, то, конечно, ехал бы я совершенно по-другому. И везде бы заезжал, и так далее, и так далее. И не надо было там разгоняться, блядь, перед титом, по ямам лететь. Так, с этим разобрались. Второе. Служба навигации. То есть, соляркой я заправлялся и в роликах говорил, озвучивал об этом, да, то есть, я понимал, куда я еду, но я наивный чукотский парень считал, что, когда мне нужно будет открыть в экстренной ситуации АЗС с зимней соляркой, то я это сделаю без проблем. Поэтому я в Чите под горло не заливался, я в Мухаршибири залился, и здесь у меня было топливо уже в левом баке, ну, процентов 30, наверное. То есть, я мог смело туда жахнуть литров 400, 500, 700, и у меня бы не было проблем ни с рефом, ни с машиной. Соответственно, я перед Сковородино на ННК заехал, эта заправка раньше была открыта. Позвонил службу навигации, для того, чтобы они мне открыли эту заправку, и хотя бы 300 литров я плюхнул, чтобы у меня реанимировался фен, чтобы в рефе солярка не замерзала. То есть, как бы, ну, я хотел эту проблему решить, и знал, как ее решить, вернее, предотвратить эту проблему, чтобы этой проблемы не было. Потому что, когда я службу навигации звонил, у меня еще только фен отрыгнул. Но, как всегда, я знаю, что фен, это первая причина, то есть, первое следствие, так скажем, да, причинно-следственная связь всего остального, всех остальных действий. Поэтому я уже начал волноваться и за реф, и за автомобиль. В навигацию позвонил, что мне сделали? Меня послали нахуй. Просто он даже не стал выслушивать мои доводы, почему я хочу это открыть, эту заправку и так далее. Он просто сказал несколько раз, меня перебивая. То есть, я ему начинаю объяснять, там, вот у меня то-то, то-то, мне надо солярки зимние, там, что на улице, какая погода. Вот, он просто сказал тупо, что, да мне не важно, я не могу открыть вам какую-то заправку, я могу открыть только Газпром нефть. Я говорю, ну, здесь по этой Газпром нефти мы и заправлялись по этой карте. Он говорит, этой заправки я не вижу, навигация, она не отмечена. Я говорю, ладно, скажите мне ближайшую Газпром нефть и ее откройте. Он говорит, я не могу, вы подъедете, сами ищите Газпром нефть, к ней подъедете, позвоните и мы вам ее откроем. Но тут Газпром нефти, чистой Газпром нефти, нету в помине. Соответственно, все, я доехал до Невера и у меня утром в 6 утра замерз не только фен, но и рев, то есть подача дизельного топлива в магистрали замерзла, запарафинилась. Вот вам служба навигации, которая работает круглосуточно. Закройте ее нахуй вообще тогда. Разгоните нахуй этих дармоедов, они нахуй не нужны. Они ничего не сделают в экстренной ситуации, им насрать на то, что водитель мерзнет. Им насрать с большой колокольни на то, что груз замерзнет. То, что я буду отмораживать пальцы, прокачивать топливо, заправлять за свой счет. Вот, куча чеков. За свои бабки я заправил, за наличные. В рев 10 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на ННК на уюте. Для того, чтобы у меня рев реанимировался. Колонны, конечно, сказал, что это все подпишут. Но сколько кругов ада я пройду, для того, чтобы мне вот... То, что я свои деньги потратил, чтобы мне это вернули. Вы просто не представляете. Особенно те, кто у нас не работает. Потому что в Якутске что не согласуешь, что не предложишь куратору, я же за наличку это все собираюсь покупать. Это нет, это нет, это нельзя, это нельзя, это за наличку, это за наличку. Блядь, ну тогда договаривайтесь, решайте вопрос, где мне это получить, чтобы я не тратил наличку. Или решайте вопрос, что мне дальше делать. Сказал бы просто, если вот вам, кураторам тоже похую на груз, и на меня. Ну и сказал бы, да, главное у тебя мотор гудит, а груз можешь уже туда не везти, потому что он у тебя сейчас замерзнет просто, пиздец, и ты ничего не делай. То есть, понимаете, я водитель в компании Делка не должен здесь ремонтировать вообще ничего. И это твердят все вокруг. То есть, да, мы вам плотим не так много, но вы все на новых обслуживанных машинах, вы кроме колеса нихуя не делаете, кроме замены колеса, то есть запаски. Все остальное вас не касается, вы ничего не делаете. делаете. Если что, если что-то ломается, то приезжает выездная бригада, вас загоняют к дилеру, за вами приезжает эвакуатор. Ну а на деле что получилось? На деле получилось, ты куратору звонишь и говоришь, блядь, у меня сломался фен, у меня нету зарядки, давай ищи где-нибудь ближайший сервис. А он мочит в трубку. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же делать? Что же делать? Там поблизости ничего нет. Есть только в Чите. Сейчас будем думать, будем вызывать бригаду с Читы. За 900, блядь, километров. Какая нахуй бригада поедет за 900 километров ремонтировать или отогревать меня в Невере? Вы ебанулись! У вас должны быть, блядь, вот, это касается кураторов, у вас должны быть контакты вот по маршруту, допустим, якутскому, да, всяких вот этих отогревов, каких-то больших, ну, небольших грузовых сервисов, автомоек теплых, теплых боксов, электриков, шиномонтажки и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то контакты, координаты в крупных магазинах по запчастям, чтобы можно было при необходимости позвонить и выяснить, есть ли такая запчасть, тот же ролик какой-то там, ремень, я не знаю, еще что-то, то есть, вот, ну, такая вот мелочевная необходимость. по итогу вот эта компания Альфа Флит некомпетентна полностью, она ничего заранее не выясняет, никаких контактов, ничего нет, то есть, я, получается, это понял, то есть, что туда вообще ну, нет смысла нам позвонить, еще, когда у меня фен отрыгнул, то есть, они даже с феном ничего не могли решить, и с электрикой, то есть, на электрику нашли только сервис в блядь, в Нерюнгре, скинули мне контакт, типа, позвони за два часа, ну, на понедельник, на утро, по-моему, да, на понедельник, по-моему, он меня записал, там, примерно договорился предварительно, туда я заезжать не стал, по одной простой причине, даже звонить не стал, потому что на Нивере, я вот у ребят взял вот этот аппарат, который выдает, показывает мне зарядку, то есть, зарядка у меня есть, все, мне их электрик их не нужен, потому что я примерно представляю, какой там будет сервис, какой электрик, просто мозги проебут, ничего не сделают, потому что диагностики у них нет, что-нибудь там проводки пошевелят на аккумуляторе, скажут, все нормально, это у тебя замерзли аккумуляторы, и все, вот, соответственно, я не стал тратить деньги компании на пустой заезд в этот сервис, соответственно, когда у меня в Невере заглох рэп, я даже не стал никуда писать, блядь, ни в ЦУП, ни куратору, ни колоннику, пока я его не завел, по одной простой причине, потому что, если я сообщаю, то начинаются просто звонки и, блядь, смс-ки в каргаране, как там груз, какая температура в рефе, что вы будете делать, и вот это все, то есть, просто будут меня отвлекать, и заебывать меня, блядь, звонками и вопросами. Вопросами, как там груз, все остальное никого не волнует. То есть, я имею в виду, моя жизнь, как я там это все делаю, кто мне помогает, надо ли кому-то за что-то платить, понимаете? Если бы я, допустим, в Невере позвонил куратору и сказал, давайте ищите бригаду, отогревать реф, прокачивать топливо, пока они это все искали бы и согласовывали, у меня бы в рефе уже нахуй все замерзло. Вот 100%. Поэтому я вообще принял решение туда вообще даже ничего не писать и не звонить. Это бессмысленно. там сидят, я не знаю, блядь, какого завода-изготовителя, блядь, эти специалисты, нахуй, но они полный ноль в технике. Просто ноль без палочки. Они ничего не понимают, они ничего не умеют, они за баранкой не сидели. они только могут в компьютере сидеть и видеть название каких-то, блядь, запчастей, какие-то работы. То есть вот они поверхностно, образно примерно представляют, что есть двигатель, блядь, есть коробка, есть кардан, колеса и печка, которая обогревает кабину. Они не понимают, что если здесь машина заглохнет, что тут через 15 минут уже, блядь, колотун как на улице. Не держит тепло в салон. На скане будет через 20 минут. То есть в любом случае, когда прекращает работать мотор и печка, слава богу у нас вот в этом плане Мерседес не подвел, что то есть у нас на нем он ни разу не затроил, ничего у него там не запарафинилось, мотор у нас как минимум работал. это вот как бы самое главное, что ну огромный плюс, да, то есть я просто видел очень много машин, которые прямо замерзшие, которые не работают, глохнут, им прокачивают топливо, именно сам двигатель и так далее, и так далее. Вот. понятно, да, по Альфа-флиту, что это бесполезная организация, которая в экстренной ситуации тебе ничем не поможет. Она будет больше мешать. то есть, у них есть интернет под рукой, они по факту должны знать все контакты, блядь, во всяких вот метких городах, даже того же хотя бы отогрева, и все это оперативно решать. но там надо платить деньгами. Почему они не предложили никакого такого варианта? А потому что там надо платить деньгами. А если я плачу деньгами, значит, это я их ворую, значит, я пищу их деньги, потому что рассчитываюсь наличкой. Вот и все, логика вот такая, простая. Все, если вызвать там отогрев, и водителю помогут, и все сделают, но по безналу там рассчитаться нельзя, значит, водитель ворюга. Значит, он им заплатит за два часа, остальное положит на карман, а нам скажут, что отогревал пять часов. Вот и все. Вот, вот это отношение меня бесит. То есть, то, что хоть ты там видео заснимайся, хоть по навигации они видят, где я нахожусь, хоть могут посмотреть температуру и в рефе, и там ошибки, и работает ли реф, но им это нахуй ничего не надо. Проще просто обвинить водителя в то, что он ворюга, и он хочет нас наебать, и у нас украсть наличные деньги. Все элементарно. соответственно, дальше альфа-флит и реф. То есть, из-за того, что альфа-флит у нас экономит на всем, особенно на обслуживании, то есть, здесь, допустим, по регламенту нужно менять антифриз, там, каждое ТО, менять определенные ролики, каждое ТО, ну, и так далее, и так далее. Соответственно, когда машина заехала, допустим, я так предполагаю, да, на ТО, то просто половину работ не согласовали и сказали, а, и следующий раз сделаем. А следующий раз получился вот, блядь, вот такой. То есть, сейчас у меня получается 5000, что-то там около 500 моточасов, там, 489, что ли, ну, короче, 5500. У нас ТО делают каждые 3000 моточасов, должны делать каждые 2000. То есть, должны были сейчас уже делать на 6000 уже третье ТО. Соответственно, они даже перед этим рейсом второе ТО не сделали и на первом сэкономили. То есть, летом радиатор не промыли, он забитый весь радиатор, да, то есть, вы по видео смотрели, что мы сначала его чистили, продували, а потом уже отогревали, потому что там пыль, вот эта вся, ну, тополинный пух с пылью и со всей хернёй. Это может, как бы, ещё и воспламениться, если просто начать греть грелкой. Вот вам экономия, то есть, она, допустим, за год там должна, ну, не за год, конечно, да, то есть, по моточасам, там, не знаю, за пять лет, грубо говоря, по рекламе, то она должна сделать три ТО, которые стоят там в районе 50 тысяч рублей. Она делает два ТО и то делает неполноценно, неполностью. Что-то меняет, что-то не меняет. И, как бы, вот на этом она зарабатывает, а потом говорит, что вот группа, ну, наша компания экономит деньги, делки, потому что мы вот экономим, то есть, гораздо меньше тратим денег, себестоимость обслуживания, себестоимость эксплуатирования гораздо ниже получается. но потом вот в такие ситуации машина попадает в морозы, да, и все это вылазит сразу в куче. И где какая экономия? То есть, вот сейчас, кроме моих трудозатрат и трудозатрат моих, ну, знакомых, друзей моих с Перми, ребят, куратор ничего не потратил. Понимаете? Сейчас он, конечно, на кипише, он говорит, давай, все, ближайший сервис. Машину, короче, загрузили на Казань, я до Красноярска доеду, дальше я не знаю, это уже не моя проблема. Кто будет загонять эту машину и куда? То есть, куратор сказал, до Красноярска доедешь, пусть водитель со мной свяжется, мы с ним будем решать, куда загонять, ремонтировать РЭФ. То есть, мы сейчас нережимный груз везем. И все, все, сейчас на ТО загоним, я говорю, ну, 5500, еще 500 моточасов до ТО. Не-не-не, все, загоняем там, все будем делать туда-сюда. Было бы, конечно, классно, если бы я лично заехал, потому что, ну, я хочу померить температуру антифриза. То есть, степень заберзания, плотность, какая, вот, какой антифриз залитый. И вообще, насколько он, ну, мутный, не мутный, меняли ли его вообще хоть раз или нет. То есть, возможно, его не меняли вообще ни разу, хотя с Европы они приходят у них антифриз до минус 40. Для российских условий сразу его сливают на предпродажке еще, то есть, вернее, предрейсовая подготовка. Сразу все это сливают и заливают антифриз уже более морозостойкий. Я думаю, что этого не сделали. Тот же Альфафлик сэкономил деньги. Потому что все на авось. Авось прокатит, а вдруг он в морозы не попадет, а я сэкономлю деньги. Мне нужна премия в конце года. Вот и все, вот так они на всем экономят. Аккумуляторы по одному меняют. Фильтра неоригинальные ставят там на машину, да? Чудеса бывают не только в сказках. И маленькой Любе предстоит в этом убедиться. Чудеса творят не волшебники, а люди. Спасибо. Готовы прийти на помощь, независимо от времени года и расстояний. Я уже научился понимать вещи детали, не знал от нее немало. Да, иногда кажется, что все обстоятельства против. После безуспешных попыток надежда тает, руки опускаются. И в этот момент главное продолжать верить и двигаться к своей мечте. Чудеса рядом. Мы порой их просто не замечаем. А тем, кто идет им навстречу, открывается чудо внимания, заботы и поддержки. Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Особенно, если рядом надежный партнер. Чудеса не знают границ, и вы можете убедиться в этом сами. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 лет 10 тысяч пенсий получаю. Два высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч. Пенсия на карте. А что я живу? Хуй без сочи доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь, мне нравится.